Очень часто, говоря о возможности римских легионов отражать засады, рассматривается кейс Тевтобургской битвы 9 года н.э. Среди историков и просто интересующихся темой бытуют самые разные точки зрения на причины поражения римлян. Однако, является ли Тевтобургская битва единственной в своем роде, по которой можно судить о боеспособности римских легионов в условиях засады и битвы в лесной местности? Что если мы возьмем корпус легионов и поместим их в условия, аналогичные Тевтобургским событиям, но с одной единственной измененной переменной? Эти легионы прекрасно понимают, что идут по враждебной территории и не питают иллюзий относительно прикрытия флангов и поддержки союзников, то чего были лишены легионы Квинтилиавара. И в реальной истории действительно есть такой пример. Сегодня мы разберем битву при Харцхорне 235 года. Аналог, но в то же время прямой антипод Тевтобургской битвы. Сражение, развернувшееся в преддверии кризиса Римской империи 3 века в лесах современной Саксонии. Битва при Харцхорне – это условное название на самом деле до недавнего времени неизвестной битвы. Поле боя площадью в несколько квадратных километров обнаружено в 2008 году в Германии, в земле Нижняя Саксония. Изначально ни дата, ни соответственно эпоха не были известны. Более того, само место битвы, произошедшей в значительном удалении от древних римских границ, вызывало огромное количество вопросов. В 2008 году, после нескольких крупных находок дротиков и прочего оружия, было объявлено, что Харцхорн является местом крупного сражения 3 века. Тогда это вызвало настоящий ажиотаж, и раскопки получили дополнительное финансирование, их масштаб значительно увеличился. К 2010-2012 годам, когда с одной стороны накопилось достаточно археологических данных с места раскопок, у исследователей накопился пласт пересмотренных и проанализированных письменных источников, удалось найти упоминание данной битвы у античных авторов, определить эпоху, предысторию событий и последствия одной из крупнейших известных битв римлян с германцами. Итак, какие интересные и необычные детали не только самого сражения, но и состояние римских армий первой половины 3 века нам поведало местечко Харцхорн. Если вам менее интересен разбор событий, предшествующих битве и описание эпохи, то листайте сразу на этот тайм-код. Всех заинтересованных приветствую! Эпоха династии Северов для современников являла собой своего рода реставрацию династии Антонинов, павшей в результате смерти Комода и последовавшей гражданской войны. Проводимая политика, сопровождающаяся расцветом империи в период правления Септимия Севера и его преемников, совпала с золотым периодом классического римского права, архитектуры, искусства и культуры позднего принципата. Успешные военные кампании Септимия Севера в Парфии и Британии, его гражданская и военная реформы возвысили авторитет императора и созданной им династии. За усилением авторитета Северов скрывались процессы раскола римской политической элиты, распавшейся и распределившейся ко второму началу третьего века по провинциальным центрам и регионам. Италия все сильнее теряла свое значение как неоспоримого и единственного источника власти. На центр уже сильное влияние оказывали провинции и их знать, нежели наоборот. Северы, как выходцы из Северной Африки и восточных провинций, стали демонстрацией перехода политической инициативы к провинциальной аристократии. И в течение третьего века и всей поздней античности эти тенденции будут лишь усиливаться. Политика романизации провинций, признание за свободным населением империи гражданских прав, привело к еще более сильному замыканию регионов внутри самих себя. Этому способствовало культурное и языковое разнообразие империи, экономическая стабильность, создающая иллюзию силы властей внутри отдельно взятых провинций. Возросшие в результате реформ 190-х-210-х годов сила и размер армии, с одной стороны повысили популярность императоров в народе, с другой стороны усилили зависимость правителя от, в первую очередь, военной аристократии и легионов. В конечном счете такая огрубевшая система государственной власти не терпела, как в предыдущие годы, пассивных или неавторитетных правителей. Армии и регионам требовался сильный инициативный лидер, способный при необходимости силой подавить инакомыслие. С другой стороны, все еще существовавший институт республиканской власти в лице Сената и провинциальных народных собраний, требовали вариативности права выбора в вопросах распределения власти. Италийская аристократия одновременно все еще старалась держать вокруг себя основные рычаги давления на происходящее внутри страны. Как мы теперь можем судить, имея ретроспективу обстановки начала III века, столкновение двух противоречащих друг другу взглядов на смысл власти и ее осуществления было вопросом времени. Такой момент настал в 230-х годах с приходом к власти Александра Севера. Обстоятельства его возвышения связаны с угнетающим и во многом спорным правлением Марка Аврелия Антонина Гелиагабала. О его государственной деятельности нам ничего не известно. После свержения Гелиагабал был придан забвению, так называемой казни памяти. Родившийся в Сирии потомок боковой линии династии Северов, он, как и его предки, происходил из сирийского знатного рода, города Эмеса. Наследовал титул жреца бога солнца Элегабала, считающегося покровителем города. В годы несовершеннолетия империи по факту правила его мать Юлия Саэмия, но ничуть не меньший авторитет имела уже ее мать, Юлия Меса, сестра жены Септимия Севера Юлии Домны. Видя, что кроме привнесения в Рим восточного культа, Гелиагабал ничем кроме кровавых жертвоприношений и разврата не прославился, Юлия Меса стремится возвести на престол сына своей второй дочери, известного позже как Александр Север. Под давлением Месы Гелиагабал усыновляет Александра, но вскоре, не пожелав терпеть конкурента, император попытался организовать убийство своего приемного сына. В решающий момент легионеры-претарианцы поддерживают Юлию Мессу и Александра Севера. Надоевшие своим деспотизмом и эксцентричными выходками Гелиагабал и его мать были убиты. Было решено, что впредь ни один император не станет принимать фамильного имени Антонинов. Гелиагабал и так его в огромной степени обесчестил. При таких обстоятельствах в 222 году императором провозглашается 14-летний Александр Север, не имевший в силу возраста реальной опоры и поддержки ни в Сенате, ни в легионах, ни в ближайшем окружении. И во многом решения Александра даже после его совершеннолетия и начала активного правления зависели от воли матери. Во внутренней политике Александр проявлял нескрываемую мягкость. Религиозная терпимость, подогревающая провинциальные идеи об обособлении, одновременно сочеталась с уступками римскому сенату, что являлось следствием стремления Александра усилить свои позиции в кругу высшей аристократии и не в последнюю очередь среди италийских сенаторов. Столь мягкое правление ярко контрастирует с агрессивной и брутальной внутренней и внешней политикой предшественников Александра из династии Северов, в частности Септимия и Каракаллы Севера. Вернемся на шаг назад и зададимся вопросом, удивительно ли, что при тех условиях, в которых находилась империя в начале III века, правление Александра Севера закончилось началом самого глобального кризиса в истории Римской империи. Конечно, сама фигура Александра не является виновником событий следующих 40 лет. Грядущий кризис является следствием целого ряда факторов, прямо проистекавших из периода раннего и позднего принципата. От внутриполитической ситуации в империи, изменения в течение II-начала III века характера императорской и сенатской власти, раскола римской элиты, провинциализации, инфляции в финансовой сфере, активизации и усиления внешних противников, начиная со 160-180-х годов, назревающего расслоения общества и зарождения кризиса рабовладельческого строя позднеантичности. И все же сама по себе фигура Александра Севера является для нас, своего рода, сигналом приближающихся катаклизмов. Со времен парфянского похода Каракал из Севера внимание Римской империи в восточном направлении значительно ослабло. Внутреннеимперские интриги, неоднозначная ситуация в собственных восточных провинциях, вдобавок ко всему ослабление из-за гражданской войны самой Парфии и приход к власти персидской династии Сассанидов – все это давало повод легкомысленно относиться к угрозе с Востока. Однако к 230 году династия Сассанидов успела укрепить свои позиции в Персии и возникла необходимость в закреплении своего авторитета, прежде всего военного. Ничто так не показывало силу восточной династии, как прямая конфронтация с могущественной Римской империей. Кроме того, по сведениям Геродиана, Сассанидский царь Ардашир I рассматривал свой поход на запад как аналогию грандиозных завоеваний Киры II Великого. По задумкам царя, его власти должны были подчиниться Сирия, Египет, Малая Азия и даже Македония – территории, некогда подконтрольные Ахименицкой империи. В будущем все сассанидские правители будут придерживаться этой парадигмы, и противостояние с Римом именно из-за этого, начиная с III века нашей эры, выходит на принципиально новый уровень, нежели это было в Парфянский период. Следствием столь необъятных амбиций стало персидское вторжение в Северную Месопотамию, римскую провинцию Асраену. В 231 году началась первая война римлян с сассанидами. Александр Севера известие об осаде Несибиса и сассанидском продвижении к Сирии застигли врасплох. Восточные легионы со времен Трояна, Марка Аврелия и Септимия Севера, не видевшие в большинстве своем крупных войн, оказались не готовы к активным масштабным боевым действиям. На восток, в Сирию, были стянуты огромные силы в 11 легионов и несколько вексиляций из других легионов империи. Общей численностью в 65 тысяч человек под началом Александра Севера и его легатов, среди которых отличился Максимин, армия, разделенная на два корпуса по 30-35 тысяч человек в каждом, вступила в серию сражений и столкновений с сассанидскими армиями Ардашира I. Изначально успешно начавшееся контрнаступление вскоре потерпело грандиозную неудачу из-за пассивности императора Александра. По свидетельству современника событий, историка Геродиана, негативное воздействие на императора оказывала его мать Юлия Мамея, сдерживающая отважные порывы 23-летнего Александра и отговорившая его рисковать жизнью в сражениях, убедив дожидаться успешной обстановки и не рисковать собой и людьми. В итоге южный корпус римской армии, дальше всего оттеснившийся сассанидов, оказался окружен и уничтожен. Хотя Ардашир I в 232 году был вынужден заключить мир с Александром Севером и согласиться на довоенное разделение границ, победа римлян оказалась омрачнена огромными потерями и трусостью, нерешительностью императора. Вместо авторитета и почета Александр и его мать получили презрение и ненависть, в первую очередь легионных командиров и самих солдат. Вскоре после событий Персидской войны по империи проносится слух о готовящемся нападении германских племен алиманов, свэвов и гермундуров. Многие из старшего и авторитетного окружения Александра Севера являлись свидетелями маркоманской войны Марка Аврелия 166-180 годов и с полной серьезностью отнеслись к таким сведениям. В 235 году украинской границы были стянуты значительные силы, среди которых были и те, что участвовали в войне сассанидами и еще помнили вероломство Александра. И все же для молодого правителя война с германцами представлялась шансом заслужить прощение или как минимум снисхождение от легионов и возможностью вернуть военный авторитет династии Северов. Все дошедшие до нас сведения о мероприятиях 235 года говорят о том, что изначально император Александр всерьез рассматривал возможность зарейнской кампании против германцев. Но в решающий момент, когда через Рейн были построены мосты, налажена переправа по неизвестным нам причинам, Александр Север попытался заключить мир с германцами, обещая выплатить им дань, если те обещают не беспокоить пределы империи. Известия об этом вызвали внутри легионов настоящий бунт. Второго предательства армия Александру не простила. Ночью легаты и верные им легионеры при поддержке претарианцев ворвались в шатер Александра Севера и убили императора и его мать. Вероятнее всего, данная акция носила спонтанный характер, и никто из легионного командования не стремился захватывать власть в стране и начинать гражданскую войну. Судя по всему, армию мало волновали вопросы имперской власти, и их поведение не являлось следствием некого дальновидного плана, о чем свидетельствуют все последующие события. На месте императором был провозглашен влиятельный и авторитетный легат Максимин, бывший сторонник Александра Севера, обещавший воинам, что продолжить начатую зарейнскую кампанию против германцев. Максимин сам по себе являлся очередным представителем своей эпохи и примером активной романизации населения внутри Римской империи. Родом из Фракии, Максимин поступил на службу при Септимии Севере и из обычного всадника Ауксилария, дослужился при Каракалле до Центуриона, при Узурпаторе Макрине, не желая ему служить, покинул службу и приобрел себе участок земли во Фракии. За это и его происхождение в будущем недруги прозовут его фракийцем, как бы подчеркивая в нем варварское начало, что, конечно, являлось лишь политикой дискредитации его власти оппонентами. Как раз при Александре Севере Максимин получил должность легата и проявил себя в персидском походе. Его участие в заговоре против Александра остается спорным. Он мог быть как одним из заговорщиков, так и одним из тех, кто осудил явно незаконные действия убийц императора, что в совокупности с его выслугой, авторитетом и лояльностью династии Северов вполне логично привело к его провозглашению легионами. В любом случае, Максимин Фракиец в 235 году стал первым в римской истории солдатским императором. Под командованием Максимина корпус из 22-го, 2-го Парфянского и 4-го легионов с векселяциями общей численностью до 20 тысяч человек переправили через Рейн и выдвинулись в земли Северов и мундуров, чтобы привести их к подчинению и захватить военную добычу. Началась германская кампания 235 года. Корпус шел по древнему и хорошо известному римлянам торговому пути Германии под условным названием Янтарный путь, через который с Прибалтики в империю поставляли обработанный и необработанный янтарь. Путь был хорошо известен как германцам, так и римлянам, которые в свою очередь переправляли свои товары – ткани, железо, продовольствие, вино – на север, а в денежном обороте активно использовались римские монеты, самые ранние из которых датируются периодом правления Домициана. Как и прежде, армия активно использовала разведчиков и сведения от торговцев, чтобы проложить маршрут и не сбиться с пути. Несмотря на то, что подготовку к кампании начал еще Александр Север, германцы оказались застигнуты врасплох. Алеманы не смогли организовать сопротивление. Поселения, стоявшие на пути у римской армии, предпочитали сдаваться без боя. Прочие не спешили объединяться в ополчение, чтобы не спровоцировать разорение своих земель. Таким образом, первую часть маршрута армия Максимина проделала, не встретив значимого сопротивления. Алеманы старались представить себя как покорившихся, однако на самом деле активно снабжали своих северных соседей информацией о продвижении римлян. Их количестве и, вероятно, несколько ополчений были отправлены им на помощь. В течение двух недель, пока легионы шли на север, Свеве и Гермундуры, предвидя дальнейшее развитие событий, начали собираться в войско. Однако римляне неожиданно быстро достигли их землю. Учитывая, что в день легионы проходили от 30 до 45 километров, даже если легионы Максимина выбрали средний темп, к тому же не встречая сопротивления алеманов, то даже с перерывами в движении путь в 400 километров занял у легионов всего лишь две с половиной недели марша. Застигнутые врасплох Свеве и Гермундуры после серии небольших столкновений с авангардами римлян, быстро оценили ситуацию и поняли, что сейчас прямая конфронтация будет стоить им поражения. К тому же еще не все ополчения успели подойти к основному войску. Делая выбор между разорением своих земель и шансом нанести внезапный удар, германцы выбирают второе. Оставив свои поселения на волю римлян, войско варваров отступает в леса и скрывается в южном направлении. История Августов упоминает эпизод германского похода Максимина и сообщает, что поселения германцев были разорены, захвачены рабы, уничтожен весь урожай, какой не удалось собрать. И самое главное, легионеры захватили ценный товар германских племен, зачастую обеспечивающий их выживание – скот. Это означало, что даже после ухода легионов местные племена окажутся под угрозой голода. Все поселения, пытавшиеся оказать сопротивление, были стерты с лица земли. Поход Максимина, вне всяких сомнений, навел неописуемый ужас не только на свевов и гермундуров, но и на всех ближайших соседей, приславших своих послов и заверивших римлян в своих союзнических намерениях. Перегруженные захваченным продовольствием, рабами и скотом, легионы повернули обратно, на юг, в сторону имперских границ, уверенные, что все тяготы и лишения позади. Однако далеко не только Максимин испытывал скепсис в отношении поведения германцев. Слишком легко победа досталась римлянам. Колонна легионов меняет маршрут и возвращается не по тому же пути, по которому армия шла на земли свевов, а выбирает другой, менее разведанный маршрут, по дороге, идущий юго-западнее янтарного торгового пути. Колонну возглавили авангарды из когорт 4-го легиона. Прочие силы распределились между обозами. Корпус, кроме всего прочего, был оснащен артиллерией. От нескольких десятков до сотни скорпионов сопровождали армию на протяжении всего похода. Несмотря на формальную победу, у римлян сейчас не возникало иллюзий относительно своей безопасности, что коренным образом отличает данную ситуацию от тевтобургских событий двухсотлетней давности. Войны двигались облаченные в доспехе, авангарды несли на себе меньше лишней амуниции, готовые в случае необходимости дать отпор нападающим. После недели пути колонна достигла болотистой местности, расположенной в низине небольших гор Саксонии. Отсюда армия должна была войти в земли алиманов и снова встать на знакомый торговый тракт, через который лежала прямая дорога к Римскому Рейну. На этом участке дорога извивалась и становилась особенно узкой, что замедляло продвижение головной колонны и значительно затормаживало ход центральной и тыловой части походной формации. С севера и юга местность была зажата между двумя высокими горными холмами, а на юго-востоке и северо-западе дорога всюду была окружена болотами. Легионы перестроились в более протяженную и узкую формацию и продолжили движение на юг. Внезапно сигнал тревоги был подан со стороны главной колонны. Авангарды 4-го легиона оказались под внезапным натиском германцев, обрушившихся на передовые части римлян со стороны северо-западного холма. Практически одновременно атаки подверглись тыловые части колонны. Не прошло и минуты с начала всеобщей суеты. Как уже было понятно, армия угодила в засаду. А это означало, что выживание 20 тысяч римлян зависело от решений, которые будут приняты в первые мгновения сражения. Понимая, что колонна по факту обездвижена, старый военачальник Максимин, имевший опыт войны с германцами, понимает, что главной задачей сейчас является сохранить целостность войска и не позволить германцам разбить легионы на небольшие части, отрезанные и изолированные друг от друга. Для предотвращения подобного развития событий Максимин приказывает центральным когортам немедленно продвигаться к авангардам и сформировать линию, направленную в южном и северном направлении. Прочие когорты должны были немедленно следовать в тыл и не допустить потерю легионной артиллерии и обозов. Таким образом, вместо попытки уйти в глухую оборону, оставшись неподвижными, или попыток направить все имеющиеся силы в одном направлении для контратаки в ущерб тылам, Максимин формирует два крупных корпуса, численности которых достаточно, чтобы по отдельности отбивать нападение германцев. Одновременно с тем, главный отряд варваров, стремившийся ударить с юго-востока, между авангардами и основной колонной, получил внезапный серьезный отпор от подоспевших когорт римлян и не смог достичь главной цели – разъединить римские силы, разбить их на части и уничтожить по отдельности. Германцы комбинировали натиск с отходом и обстрелами дротиками, стремясь нанести большой урон обстрелом, заставить когорты сдвинуться с места в попытке нанести ответный удар и тем самым нарушить общее построение. Однако этого не происходило. Как только подразделения перестроились и заняли позиции, их было не сдвинуть с места. Полевые офицеры слаженно командовали каждой своей когортой. Более того, археологические находки говорят о том, что римляне не оставались у германцев в долгу, и первые минуты боя очевидно уже показали германцам, что положение у них не такое обнадеживающее. Судя по количеству найденных пилумов, их направлению и характеру повреждений, первые линии германцев еще до того, как достигнуть рядов римлян во время первой атаки встретились с залпами пилумов. Учитывая, что в авангарде у легионеров зачастую был двойной запас дротиков, можно себе представить, какой ошеломительный эффект имел залп первых рядов нескольких головных когорт. Натиск германцев захлебнулся, что дало римлянам дополнительное время на перестроение, передачу приказов и занятие обороны. Все это было бы невозможно, если бы, как во время Тевтобургской битвы, римляне не имели заранее усиленных авангардов, находящихся на стороже, а самое главное, не успели перестроиться, и каждый отряд действовал бы, полагаясь только на собственное понимание обстановки. Видя, что варвары перешли от попыток с натиска прорвать ряды ощетинившихся когорт к затянувшемуся бою, а также определив, с какой стороны натиск наиболее слаб, а следовательно противников здесь меньше, Максимин дает приказ когортам начать наступление в северо-западном направлении, тогда как южная линия должна оставаться на месте и прикрывать тыл. Несмотря на то, что местность представляла собой холмы и предгория, покрытые лесом, численность и выучка римлян нивелировала эти особенности местности. Хотя германцев предположительно было, если не немногим больше, то по меньшей мере столько же, сколько римлян, тактика Максимина создавала численное превосходство легионеров на отдельном участке фронта. В отчаянном, но безнадежном столкновении северо-западный отряд германцев был загнан на холм, с которого они ранее начали первую атаку. Несмотря на то, что здесь варвары заранее создали укрепления, это не сильно помогло им, ведь в следующие минуты сюда были стянуты десятки римских скорпионов, начавших обстрел обороняющихся германцев. Судя по всему, римляне, загнав их на северный холм, даже не пытались штурмовать обнаруженные здесь земляные укрепления, дротики и снаряды подносили из обозов. А непрекращающийся обстрел тяжелыми орудиями, пробивавшими щиты и тела германцев на вылет, быстро дали понять, что данные позиции удерживать бессмысленно. Меньше чем за полчаса германцы были вынуждены оставить северный холм, а осознание неудавшейся атаки на тылы и обозы заставило северный отряд, понесший значительные потери, отступить с поля боя. Вскоре отряды, атаковавшие тыловые части, узнав о подходе более крупных сил, также прекратили попытки нападения и отступили назад. Преследуемые кавалерией, они уже не думали о том, чтобы перегруппироваться и вернуться в бой, но сосредоточились на бегстве. На северном холме римляне захватили припасы и остатки оружия германцев, что говорило о том, что нападение не было спонтанной авантюрой, а продуманным заранее планом. Тогда как половина варваров отступила, южный и юго-восточный, самые крупные отряды германцев, еще об этом по-видимому не знали и продолжали отчаянно напирать на позиции римлян. Видя их поведение и численность, Максимин понимает, что именно в этом направлении он имеет дело с главным отрядом противника, а следовательно вожди, наиболее боеспособные силы и самое главное, лагерь находились именно в юго-восточном направлении. Это также означало, что нельзя было допустить бегство или отступление этих отрядов, ведь если предводители засады спасутся, есть высокая вероятность, что они смогут позже перегруппировать свои силы и продолжить войну. Все освободившиеся когорты брошены на обход германцев с фланга с целью отрезать их пути к отступлению. В этом же направлении начинают перебрасываться все имеющиеся в распоряжении легионные скорпионы. Варвары слишком поздно замечают, что их обходят по флангу. Понимая, что подобное развитие событий грозит окружением и осознав провал засады, германцы начинают отходить на укрепленный юго-восточный холм, сами того не ведая, идя в смертельную ловушку. Вместо попыток навязать отступающим бой, римляне не нарушают строя и остаются на месте, затем лишь начинают продвижение в сторону противника, тогда как прочие силы все еще продолжают обходить местность по флангам. Когда германцы достигают холма и начинают совещание о дальнейших действиях, они все еще не понимают, что каждая прошедшая минута уменьшает их шанс на спасение. Наконец, не имея связи с другими отрядами и рассудив, что в любом случае сражение уже проиграно, отряд численностью от 6 до 8 тысяч человек начинает покидать холм в восточном направлении, но натыкается на крупные силы римлян. Получив отпор, часть отряда отходит обратно, другие разрозненно пытаются уйти на юг, но и здесь их ждало неприятное открытие в виде легионных когорт. Вскоре к юго-восточному холму были стянуты скорпионы, начавшие с трех направлений без остановки поражать германцев, оказавшихся беззащитными перед тяжелыми снарядами. Не спасали ни щиты, ни редкие укрытия, ни тем более доспехи, встречавшиеся у немногочисленной военной знати. Вскоре была предпринята очередная попытка вырваться с холма, но когорты упрямо держали строй и не принимали ни попыток начать переговоры, ни сдающихся в плен. Любой, кто сходил к ним, умерщвлялся на месте. В течение нескольких часов римляне практически в упор расстреливали лишившихся всякой надежды на спасение германцев, не предпринимая при этом попыток начать переговоры или произвести штурм холма. Даже современные находки говорят о том, что каждый метр укреплений германцев усеян десятками снарядов скорпионов. Учитывая, что, как правило, после боя снаряды собирали обратно, можно представить, какие масштабы имела жестокая расправа над германцами во время самого сражения. Ни один из отрядов, судя по всему, не выжил, а тех немногих, кто смог пережить бесконечно долгий обстрел, добили уже после того, как легионные части заняли практически опустевшую возвышенность. Это была полная победа римских легионов. Судя по всему, Максимин не стал тратить много времени на мероприятия по зачистке поля боя. Раненые были перемещены в обоз, только часть боеприпасов и оружия собрана с убитых. Легионы переместились южнее, где разбили временный лагерь, и уже на следующий день армия продолжила путь к римской границе. Потери римлян в сражении неизвестны, но явно были незначительными и едва доходили до тысячи человек убитыми и ранеными, тогда как германцы потеряли от двух до трех тысяч убитыми в первые часы сражения и весь главный отряд в шесть-восемь тысяч человек. Весть о полном разгроме германцев быстро распространилась по округе, а лиманы так и не предприняли попыток преградить римлянам путь. Зато остатки войск свевов и гермундуров на родине ждали лишь разруха, разграбленные или уничтоженные поселения. Голод, а значит уязвимость перед соседями и угроза уже войны с другими германскими племенами. В ближайшие десятки лет у свевов и гермундуров хватало своих забот. Битва при Хартсхорне 235 года показывает, что в первой половине третьего века римские армии мало отличались в снабжении, организации и тактике от легионов расцвета принципата. Вернее, они целиком и полностью базировались на опыте предшествующей эпохи. Хотя события битвы и даже ее география очень схожи с Тифтобургским сражением, мы видим, что в случае, если легионы осознают, что передвигаются по враждебной территории и находятся в полной боевой готовности, даже масштабные и хорошо организованные засады не имеют против них успеха, разбиваясь о слаженность действий, выучку и технологическое превосходство римской военной машины. Максимин вернулся в империю как победитель, и вскоре его провозглашение императором уже перестало носить временный импульсивный характер. Подкрепленный успехами германского похода авторитет Максимина привел к тому, что его власть признали в Белгике, Верхней Германии и Панонии. Сенат первое время стремился не реагировать на провозглашение императором Максимина, считая его варваром и узурпатором. По сути, Максимин не правил империей, а лишь пользовался признанием армии в Рейнодунайском регионе. В 236-237 годах он успевает провести кампании в Панонии и Сарматии-Докийской против ближайших враждебных племен. Чем только укрепляет свою популярность в этих провинциях. Однако стоило ему повернуть в Италию, и уже собственные войска перестают его поддерживать. Максимин устраивал армию только как умелый полководец. Во время событий убийства Александра Севера легионеры едва ли думали об узурпации власти или тем более начале гражданской войны. А именно этим грозил поход на Рим 238 года. Одновременно в Африке из-за нечестных налоговых поборов и судов в результате восстания императорами и соправителями провозглашаются выходцы из знатного рода гардианов, которых практически сразу признает Сенат. Таким образом, к началу похода в Италию Максимин де Юре был мятежником. Как итог, уже внутри армии и аристократии, лояльной Максимину, происходит раскол. Далеко не все горели желанием идти за мятежником. Более того, он проявлял излишнюю жестокость в управлении войсками, и к моменту 238 года это нравилось также далеко не всем. Против Максимина созревает заговор внутри его же собственной армии. И в 238 году, после провала штурма Аквилеи, те, кто тремя годами ранее провозгласил его императором, оборвали его жизнь. В свою очередь, фигура Максимина Фракийца стала во многом показательной. Являясь первым солдатским императором, он создает прецедент для последующих аналогичных узурпаторов. А его неудавшийся поход на Рим запускает в 238 году событие так называемого года шести императоров, когда одновременно государством правило сразу шесть правителей разной степени легитимности. Постфактум сам Максимин, три Гордиана, один из которых в итоге закрепит свою власть, и просенатские ставленники в лице Пупиена и Бальбина. Со стороны Дуная уже подступают масштабные годские переселения, Аланы начинают движение в Балканские и Кавказские регионы. Впереди Римскую империю, еще не осознающую те глобальные изменения, которые происходят, внутри нее и снаружи, ждет эпоха гражданских войн и потрясений. В современной историографии именно с 238 года отчитывается начало кризиса 3 века Римской империи. Субтитры создавал DimaTorzok Римская империя